Сумская ТВ продолжает работу в прямом эфире. Говорим о главном сейчас. С вами Александр Новицкий. Алла Есина, здравствуйте. Фейсбук-менеджер, Телеграм, Вайбер, Ватсап и еще китайский, как он называется? Вичат. Вичат, совершенно верно. И Вичат. Это то, что установлено у меня на телефоне. Я говорю о мессенджерах. Общение мое, во всяком случае, прервать не получится. Не знаю, как у вас. О запрете мессенджеров за и против будем говорить прямо сейчас. Сергей Петренко, IT-специалист у нас в гостях. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте. Напоминаю телезрителям открытые линии для голосования. Сегодня ваше мнение узнаем по следующему вопросу. Как оцениваете работу Генеральной прокуратуры в деле Виктории? Три варианта ответов. Сделали все возможное неэффективно. Надо больше времени. Ну и небольшой информационный материал, собственно, для того, чтобы понять, почему мы сегодня решили поговорить о мессенджерах. Прошу вывести сюжет наших корреспондентов. Запретить за 60 секунд. Роскомнадзор приступил к обещанной блокировке Телеграм. Были заблокированы миллионы IP-адресов, которые использовались для передачи сообщений. Под удар попали серверы Amazon и Google. Сам Телеграм при этом остался на плаву. Мессенджер использует встроенные способы обхода блокировок. В один момент перестал открываться даже сайт самого Роскомнадзора. Кроме того, создатель приложения Павел Дуров пообещал выплачивать гранты в биткоинах администраторам VPN-сервисов, которые помогают пользователям обходить блокировки. Телеграм продолжает оставаться доступным российским пользователям, несмотря на блокировку властями России более 18 миллионов IP-адресов за последние 4 дня. Спасибо всем, кто участвует в цифровом сопротивлении. Все больше IT-предпринимателей, программистов, системных администраторов делом помогают обеспечивать гарантированные конституции права россиян. Напомню, российские спецслужбы требовали от Павла Дурова предоставить ключи шифрования от переписки пользователей. Якобы, Телеграмом пользуются террористы. Однако, сделать это не так просто, говорят специалисты. Часть ключа всегда находится на устройстве пользователя, а без нее получить доступ к переписке невозможно. Блокировка мессенджеров и соцсетей – не редкость. В Китае отсутствует доступ к сервисам YouTube, Google, Facebook и многим другим. В Беларуси блокируются сайты некоторых СМИ. Украина – не исключение. В нашей стране оказались под запретом соцсети ВКонтакте и Одноклассники. Также заблокированы сервисы Mail.ru, Кинопоиск и Касперский. Однако, обойти блокировку можно. Достаточно установить на компьютер VPN или прокси. Сергей, мне кажется, что в нынешнее время, с развитием печатного дела там, у них, по большому счету, заблокировать ничего невозможно. Нет, заблокировать можно, конечно же. Правда, в случае с Телеграмом это намного сложнее, чем, например, в случае с централизованным сервисом, когда у вас есть один IP-адрес, и вы можете с ним сделать все, что хотите. Можете заблокировать, можете замедлить доступ к нему, можете вместо него выдавать что-то свое. Но в случае с Телеграмом это гораздо сложнее, потому что это не просто адрес в интернете, куда вы должны зайти в браузер, ну, давайте так скажем, не имеющим отношения к этому сайту. А Телеграмом вы пользуетесь через продукт, через мессенджер, через программу, которая, собственно, разработана самими создателями. А в чем тогда смысл этого запрета? Ну, вот сегодня была интересная версия, с утра озвучено, что Телеграм готовится к запуску собственного и ведет разработку собственного криптопроекта, в том числе собственной платежной системы. И это, мол, ФСБ так сильно озаботилась этим, что решили блокировать, пока вот не началось. Скажите, существует же Virtual Private Network System, так называемый VPN, который обходит все, что можно. Есть бесплатные агенты, есть платные про-версии какие-то, есть более-менее графические реализованные по интерфейсу, но ведь они есть, технология одна и та же, обойти можно все, что угодно. Более того, в некоторых телефонах, таких, допустим, как у меня, и уже в айфонах, кстати, тоже, есть встроенный VPN-агент. Есть, безусловно, но, во-первых, надо понимать, что вы должны сделать это усилие, вы должны поставить VPN, настроить, купить. Хорошо, предложение ВКонтакте уже само обходит автоматически. Да, совершенно верно. И Телеграм точно так же автоматически обходит. Причем, что самое смешное, он получает новые адреса, вместо вот этих 18 миллионов заблокированных, путем системного механизма Apple. Вот есть такой механизм под названием Push Notifications, когда вам с сервера Apple прилетают... Вот все сообщения, которые вы видите, уведомления на заблокированном, например, экране телефона, это такие Push Notifications. Сначала прилетают они, потом приложение загружает, условно говоря, необходимый контент. Так вот, ребята, вот этими notification-ами, чьи сервисы Apple присылают список новых IP-адресов для коннекта к Телеграму. А заблокировать его означает сделать вообще бесполезными все айфоны в России, к примеру. И это уже... Ну, предлагали же запретить использование айфонов в России. Я не думаю, что они готовы покуситься на личный телефон премьер-министра, пусть даже это Медведев, да? Вот, но и, в общем, там довольно много народу действительно пострадает. А сейчас они пытаются... Дело в том, что если даже запретить айфоны, то люди перейдут на другую платформу, если... Совершенно верно. Другую платформу. Потому что у Google, примерно, похожий механизм, тоже присылающий точно такие же обновления. А запретить еще и Google... Я встречал гипотезу, что это такая отработка, как бы, обороноспособности российского интернета. Вот, если мы заблокируем вообще все... Железный занавес в интернете? Ну, во всяком случае, Китай же реализовал это. У Китая это сделано на, скажем так... Ну, вот если Китай это 21 век, то российские попытки заблокировать этот век, примерно, 19. Ну, то же самое и с американскими попытками можно говорить. У американцев нет попыток блокировать именно. Они, если... Они, во всяком случае, не сильно об этом говорят, будем так говорить. Они, безусловно, много работают, так сказать, скажем так, они на порядок развития тех же российских сервисов, российских, точнее, властей, которые пытаются как-то общаться с интернет-сервисами. Но они, безусловно, они добиваются, например, закрытия ресурсов по закону или в результате, там, действий ФБР, которые умеют расследовать подобные преступления. В том случае, если это действительно преступление. То есть, так пострадали откровенно мошеннические сайты, так пострадали сайты через тот же самый, так сказать, силкровод сайт в так называемом дарк-вебе, дарк-интернете, через который заказывались убийства, торговались наркотики и так далее. Это все было результат, ну, нормальной расследовательской работы, и это было действие против сайта, который действительно способствовал этому. Более того, там, это был результат расследования тогда преступления администратора этого сайта, в результате чего, так сказать, все и пострадало. А россияне, ну, в данный момент просто действительно так очень смешно лупят по всему. А можно объяснить ситуацию, почему при попытке заблокировать телеграмм валятся какие-то дополнительные сервисы? А потому что, что такое Амазон, например, то есть, во-первых, конечно же, это магазин, но это и крупнейшая в мире облачная платформа, где вы можете, условно говоря, за 5 долларов в месяц, быстро создать виртуальную машину и, соответственно, и, например, разместить там VPN. Телеграмм довольно активно использовал Амазон и использовал аналогичный сервис у Гугла, а там тоже есть такой сервис облачных вычислений. А Роскомнадзор, недолго думая, блокирует не просто IP-адейса, он блокирует диапазоны. То есть, условно говоря, диапазон, который позволяет заблокировать там какой-то сегмент у Амазона, это там 65 тысяч адейсов как минимум. Вот подсеть одна, так что называется сеть класса С и так далее. То есть, когда вы начинаете перебирать, вот они еще там миллион заблокировали. Это делается, на самом деле, одной строчкой в регистре, там заблокирует, например, 65 тысяч адейсов. Но в итоге вы получаете вот эту фантастическую цифру в 18 миллионов. Ведь запреты не дают результатов. Мы видим по Украине, люди как пользовались ВКонтакте и Одноклассниками, так продолжают пользоваться, кому это надо. У людей магазины там были ВКонтакте, они продолжают это делать. Безусловно, в случае с другими запретами, это уставит какой-то порог входа. То есть, вам нужно сделать еще одно решение, еще одно какое-то действие, чтобы попасть там, например, на тот или иной сайт. Или воспользоваться тем или иным сервисом. Хотя тоже, на самом деле, страшно, потому что сайт телеканала Останкино, телеканала «Звезда» в Украине не заблокирован. А вот информация о пробках на улицах Одессы почему-то недоступна. Вы намекаете на Яндекс. Да, конечно. Подождите, подождите. Во-первых, уже доступно. Насколько я вижу, среди пользователей, которые являются таксистами, очень часто я вижу приложения, работающие Яндекс.Пробки. Разумеется. Это зависит от мобильного оператора. Разные мобильные операторы приняют разные способы блокировки. И в некоторых случаях, опять-таки, это приложение просто встроенно обходит, оно распространяется через сервисы либо Google, либо Apple. И в нем встроен механизм такого вот умного обхода, такой блокировки. К сожалению, не у всех провайдеров такое возможно. Но, тем не менее, да, возможно. И, в принципе, если возвращаться к тому же Телеграмму, показательно другое. Вообще блокировка не срабатывает. Им не удается заблокировать. Новый адрес мессенджер получает примерно за минуту, через минуту после того, как заблокирован старый. А блокировка нового занимает примерно час. Но это ведь бьет по их репутации. Что они не могут заблокировать систему. Говорят, мы заблокировали, а она работает. Они еще и отступить не могут. Есть механизм, по которому они смогут заблокировать Телеграмму, к примеру? Они могут добиться, если они смогут добиться, сильно удавят по позициям Телеграмма. Если приложение Телеграмму будет удалено, соответственно, из сервисов Apple и сервисов Google. Какие основания удалять из Apple Store или из Google Play или из Windows Mobile? Оставания могут быть, если у компании Apple будет выбор продолжать бизнес с российскими пользователями. Это же удар по демократии. У них не будет такого выбора. Они выберут демократию. Я думаю, что да. Правда, есть пример социальной сети LinkedIn, которая отказалась год назад размещать информацию. Просто отказалась общаться с Роскомнадзором по поводу того, что все данные российских пользователей должны храниться в России. И они заблокированы. LinkedIn не существует в России. Он заблокирован там. И как минимум Google удалил приложение. То есть для российских пользователей приложение LinkedIn недоступно. Да, я только хотел сказать, они не удалили настройки, на самом деле и волки, и святые, и овцы целы. Мы просто удаляем из доступа вашей стране. Но есть VPN, который позволяет... Да, да, разумеется. Ну, у Apple чуть-чуть иначе получается, потому что ваш аккаунт привязан к определенной стране, к магазину в определенной стране. Вот. И если они это удалят. Но надо ли им слушаться, так сказать, довольно токсичную страну, которая, в общем, не играет большой роли в мировой экономике и, соответственно, в экономике глобальных компаний? Это вопрос. У Apple нет таких глубоких связей с Россией, которыми бы они не могли... Мне кажется, что подобный конфликт удалите, иначе мы прекратим вашу работу, ударит еще и по ревутации Российской Федерации к демократической стране. Поэтому это будет... Мне нравится, что вы не улыбаетесь, произнося эту фразу, так сказать. Ну, действительно, так сказать, репутация России как демократической страны. Нет, я просто говорю, я говорю о том, что если есть какая-то шоколада, у них что-то там, возможно, еще осталось, это будет еще и еще. По сравнению с Северной Кореей, то да. Конечно. Вот. А так вообще, по-моему... Интересно же то, что это опять бояре, так сказать, что-то неправильно делают. Цай-то, в общем, добрый, у него и коронация впереди. То есть, мало ли, может, он помилует, может, ему, наконец, доложат. Но, в конце концов, любимая отговорка, он просто об этом не знает. Сергей, ваша точка зрения, чем может закончиться вот это противостояние? Ведь в итоге мы знаем, что существуют цифры, которые уходят в плюс бесконечность, поэтому генерация новых IP-адресов, в принципе, по большому счету, возможно. Что же касается вот этого упорного противостояния, оно будет со знаком плюс бесконечность? Не знаю, не знаю. Пока эффект такой, плюс 27% пользователей Телеграма за эту неделю. В России? В России, да. При том, что число заблокированных IP-адресов все равно больше, чем аудитория Телеграма в той же самой России. У Телеграма при этом есть на самом деле опыт сотрудничества с другими властями, с властями стран. Их блокировали в свое время в Иране. Там это самый популярный мессенджер. И иранские власти, когда у них были беспорядки этой зимой, они действительно требовали блокировать. И Телеграм на самом деле идет на... И Бразилия блокировала Телеграм в свое время тоже. Телеграм пошел на контакт. Во всех случаях это были претензии, что вот есть конкретный, например, канал или группа, где обсуждаются противоправные вещи. Телеграм шел на встречу, удалял и блокировал такие группы, блокировал определенных пользователей. Это не было требованием сдать всех целиком. Тем более, что действительно, вероятно, это технически невозможно. То есть, ключи ханятся у них на нескольких серверах. И плюс еще на устройствах пользователей. Ну, в общем, а что они могут сделать, так сказать. Нет такого бэкдора, нет такого черного хода, который... Это ваше точка зрения. А ведь, может быть, она и есть? Но неужели не оставляет себе строитель подобных архитектурных решений сетевых и облачных одновременно возможность все-таки влиять на свое... У них есть определенная обычная переписка. У них сохраняется в облаке. И она, поскольку вы можете в свой аккаунт залогиниться с мобильного телефона, можете залогиниться с десктопа и везде читать одно и то же состояние переписки. Более того, вы видите черновик сообщений, начатого на телефоне, вы видите его там, например, на другом телефоне или на десктопе. Но если вы начали секретные сообщения, то есть там действительно сквозное шифрование, то оно не будет видно больше нигде, ни на одном из... на любом другом мессенджере. И более того, вы там можете задать таймер для удаления своих. Да, оно реально пропадает, и даже вы не будете видеть, так сказать. О чем вы переписывались, скажем, месяц назад. Ну, а может быть, кто-то из Телеграма все-таки будет его видеть? Нет, я сильно сомневаюсь. Это вопрос, на самом деле, и доверие к пользователю. А как же они блокируют группу? Как они определяют, что в группе... А группа не секретная. То есть группа действительно... Ну, в группе есть, условно говоря, до пяти тысяч пользователей. Поэтому это совершенно не... Ну, как бы, это вполне публичное место. То есть его можно читать? Я думаю, что они видят, так или иначе, да, группу и канал. Ну, его видно просто, если вы туда вступите обычно, она обычно либо закрытая, либо доступная по какой-то специальной ссылке. Но она все равно видна какому-то теоретически неограниченному количеству людей. Поэтому вы вполне можете... Я думаю, что у Телеграма просто может быть какой-то... Как-то иначе выглядит этот интерфейс у соответствующего модератора. Будем смотреть за развитием событий. Будем читать в Телеграме о том, как развиваются события с Телеграмом в России. Там действительно активно про это пишут. Благодарим вас, Сергей Петренко, IT-специалист, был нашим гостем. Далее новости от Елены Еремеевой. После вернемся в студию и продолжим работу. Оставайтесь на Думской ТВ, будет интересно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова